В данной лекции мы поговорили с вами о том, как устроена динамическая память. Научились работать с этой динамической памятью, выделять большие массивы, выделять многомерные массивы. Поговорили о вводе-выводе, о том, как устроены строки и научились работать с файлами. Теперь у вас достаточно знаний для того, чтобы писать программы, которые работают с данными, размер которых неизвестен на момент компиляции. И более того, ваши программы могут считывать и записывать эти данные в файлы. На следующей лекции мы поговорим с вами о том, как структурировать ваши данные при помощи структур и как улучшать архитектуру вашего приложения.